Это что такое вообще? Я знала, что не нужно было этого делать. Этот котик это просто наша судьба, он нас выбрал. Главное, чтобы Златы не было аллергии. Ребят, это ужас. Один глаз в два раза меньше другого, красный. Сейчас будем думать, что делать. Ребят, всем огромный привет. С вами Виктория Портфолио. И начинаем мой влог, можно сказать, экстренно в магазине, потому что послезавтра все магазины закроются. Совсем скоро у нас поездка. И поэтому сегодня я хочу кое-что купить себе. Летнее, красивое, актуальное. А завтра Мирославе и Злате. И все, и потом магазины закроются. Примерку будем с вами делать в корнере Версача. Новая примерочная. Вот буквально сегодня только открылась. И поэтому будет прям все максимально эстетичное. Но главное, чтобы зеркала не подчеркивали целлюлит, как это обычно бывает, и не прибавляли лишних килограмм. Так, что у нас тут? Безумной красоты. Такой вот топ лиф от Гуччи. Потрясающие шорты Маквин со вставками, да? Из плащевки цвета хаки. Это, кстати, велосипедки Сан-Лоран. Очень много разных красивых боди. Платье. Рубашка, кстати, очень носибельная. Просто к любому образу. Хоть сейчас жакет сниму, эту рубашку надену. Сверху будет шикарно. Так, ну что же. Рубашечку Селин одобряем. Мне очень нравится. Ну, не знаю. Лосины для меня достаточно такой сложный элемент одежды. Только на носочках могу вам показывать. Еще они очень-очень плотные. В общем, подумаю. Это, конечно, не в поездку. Это только вот если здесь носить. Смотрим. Шортики Маквин стоят 65 тысяч. Сан-Лоран велосипедки 47. И лосинки 52. Мне не нравится, ребят. Мне не нравится. У меня у них фигура квадрат, прямоугольник. Вот. Хотя есть вероятность, что у меня и так фигура прямоугольник. Но в них это слишком очевидно становится. Следующая вещь. Это велосипедки Сан-Лоран. И почему-то бедро в них выглядит каким-то неровным. Я понимаю, что это белье немножко, может, впивается. Но вот видите, да, вот как будто вот странно. Хотя как бы другие вещи надевал. Вы видите, все нормально. Может, потому что размер L-ка, он свободноват. За счет этого как-то собирается. Вот. Ну, вот только если вот так вот носить с футболками, ну, это сразу ограничивает. Не знаю. Бывает, да, когда вот вещи уродуют, фигура. Бывает, когда вау. Продолжаем сказать вау. Ребят, смотрите, какую я сейчас штучку от Jack Muse примерю. Она стоит, я вот сейчас посмотрела, 38 тысяч. Здесь такой вот бодик. Он причем застегивается на шортиках снаружи. Почему снаружи? Для того, чтобы удержать эти шорты. Потому что они супер низкой посадкой. Тут еще такое вот кольцо. Так что не переключайтесь. Пока ждете, пока я примеряю, ставьте лайки. Ну что, посмотрим с вами вот такой вот костюмчик от Jack Muse. Чтобы шортики с меня не свалились. Видите, как бодик их удерживает. Интересно. Я думаю, что я склонюсь к покупке. И согласитесь, что после того необычного, не знаю даже, как сказать, комплекта Jack Muse, такое платье уже смотрится абсолютно банальным. В общем, все, ребят. Дальше примерка полным ходом. Уже завтра покажу вам распаковку. Здравия вас, Ванна. Спасибо вам большое. Отлично. Очень приятно. Да, спасибо вам. До свидания. Теперь у нас мужской этаж. Сюда, да. Максим говорит, что мне нужно сесть вот так вот. И цветочки сюда. Тынс. Спасибо большое. Поеду тогда так. Пришла домой и смотрю, Яна привезла мне микрофоны, чтобы я нормальное видео могла снимать. И посмотрите, здесь экстенная найс. Ну, шикарно же, ну, шикарно же. Ну что, ребят, следующий день. Мирослава и Злата первый раз поедут сейчас на Тахо. В общем, а почему вы назад-то бежите? Вы можете сюда сесть. Да, да, да. Злата, видите, копия меня. Это, если что, не я в кадре, а Злата. Вот, сейчас тоже будем покупать вещи к поездке для девочек. Как он включается? Сейчас посмотрим. Надо завести машину. Ну что же, девчонки, как вам едется? Хорошо. Хорошо. Где вы сегодня утром были, рассказывайте. Мы были с Матвеем на фарфоровом заводе на такой крутой экскурсии. Понравилось, да? А в конце был мастер-класс. Да, мы там тарелочки рисуем. Здорово, здорово. Вообще, у девчонок насыщенные дни всегда. А сзади наша няня едет, но ее даже не видно. Удивительно просто, вообще. Да, сегодня беда с парковкой. Последний день перед локдауном. И мои любимые стоят вторым рядом. Наш волынский беспредел. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот молодой человек, которому на всех наплевать. Ну, хотя на кого-то не наплевать. Вон, цветы кому-то привез. Ну, это понятно, что нормально. Тут, как бы, и говорить не о чем. Ярослава, движение вперед сделай. Ну, вот это движение вперед, конечно, было очень основательным. Ну, так, да, ребят? Слабенько, но это единственное 35-е. Я сразу поняла, что тебе будет удобно, потому что у тебя есть такие же, но они тебе уже маловато стали. Соответственно, это просто следующий размер. Вон, все поскакало. Сразу понятно. Уговаривать не надо. Таких 35-го нет. Таких 35-го нет. Таких 35-го нет. Таких 35-го нет. Дальше. Что у нас? В Уче вообще никаких 35-го нет, только до 33-го. И в Фенде тоже 35-го нет. И Максим догадался пойти в женский отдел, уже туда спустился, звонил, говорит, там с 34-го. Так что мы с Миросикой спускаемся вниз. Ну, все, мы во взрослом отделе. О, все поняли, да? Снова реакция Мирослава, если обувь ей подошла. И уговаривать не надо. И кот. Спасибо, да. У Мирослава первая обувь из взрослого отдела. Все, растет девчонка. Куда пошла, непонятно. Ну, что, златьи вот такие вот пляжные. Потом босоножечки. Мирославе тоже босоножки. Кроссовки тоже Мирославе. Ну, и все с обувью, да? А, нет, Мирославе еще шлепки с Мишкой Маскина. И все, пока девчонки садятся в машину, я быстро забежала в купальники. И снова говорю, дайте мне что-нибудь, что не нужно мерить. И вот эти вот купальники не нужно мерить. Они в любом случае сядут. One size. Поэтому это идеал для меня вообще, мерить ничего не люблю. Ну что, катапсы, едем домой. Я сейчас быстренько переоденусь, накрашусь. Ну, сначала, конечно, голову помою, потому что после пьетки понятно, что это ужас. Вот, и, соответственно, еду по работе к Саше Фидо, к стилису своему. Потом мы идем в новый ресторан, называется Mercado de Sol. Очень крутое место. Вообще, в Питере очень много интересных действительно ресторанов. Хоть в Питере медийная сфера не развита по сравнению с Москвой, но в ресторанной сфере Питер не отстает. Удивительно. Завтра, кстати, мы со своими нынешними соседями едем к своим бывшим соседям. Представляете? Да это только может быть у меня. Все жалуются, что у всех проблемы в отношениях с соседями, а у меня вот так вот. Расскажите, как у вас с соседями? Общаетесь, не общаетесь? Может быть, тоже кому-то повезло с соседями, как и мне, и с прошлыми, и с нынешними. И завтра я вам обязательно сниму распаковку одежды. Просто хотела сегодня, но не успеваю. Распаковку одежды сниму вам, распаковку косметики. Все я вам сделаю. Еще, возможно, кое-кто из вас сейчас заметил некую заторможенность в моем голосе. Я вчера сделала, не могу говорить, чтобы монетизацию не решили, чтобы у меня потом этот ролик не распространялся нигде. И, соответственно, ночью у меня была температура. И сейчас я так себя чувствую, знаете, немножечко так разбитой. Но ничего, все равно суперактивно. Максим тут затеял ремонт на этаже. Вот я собралась, набегу. В общем, сейчас к Саше поработаю немножко, а потом в Меркадо ДСО. Ну все, ребят, мы у Саши все поснимали. Закончила работу, шли. Еду на мероприятие. Опаснула на 10 минут, как обычно. Опаснула на 10 минут, как обычно. Спасибо большое, что у вас были интересные. Поперезали. Вот уже следующий день. Три часа ролики монтировала. Сейчас раскладываю ванную, новые принадлежности. Сейчас буду мыться. Сделаю вот такую вот маску для кожи головы. Затем патчи с экстрактом плаценты розы или что-то такое очень забавное. Закапываю отбеливающие капли с витаминами для глаз. В общем, буду свеженькой красоткой. Максим сейчас забежал, купил цветы. Как вы поняли, мы сейчас на пути к Евгению. Около дома. У Евгения есть цветы. Мы знаем, где. Вон, как я ехала. Ребят, ну что же, мы приехали к Евгению, а у него, смотрите, какой малыш появился. Непростой судьбой. Рассказывайте, пожалуйста, кто это. Это мой друг. Тузик. Откуда взялся такой? Нашли мы, вы знаете, где? Где? Рядом с твоим бывшим домом. Да. Я думаю, что там за кошка в канаве сидит, ковыряется лапами. Я говорю, ребята, давайте вот кот, если ничей, давайте его в охрану. У нас там вокруг бегут мыши. У нас недалеко помойка. Ну, охрана, это домик к нам ездит в коттеджный поселок. Да, да, да. Я говорю, а я рядом у нас там помойка. Давайте, это самое, у нас же там бегут мышки по весне, особенно зимой. Давайте его к нам. Все, они его принесли. Потом он все равно убегал туда. Его несколько людей видело прямо вот напротив твоего дома, что он сидит в канаве и что-то там делает. Ну, просто, ну, не знаю, рыбу ловит или что-то. Да. Так почему он не остался в охране? Я надеялся, что он будет жить там. И будет вот как бы нашим таким охранным котом. Были варианты, что мы ему купим поводу, будем его водить там, как стрыжевую собаку. Ну, это конечно ерунда. Но была такая идея. Он ходил через дорогу. Вот у нас шоссе, и он туда, вот он сидит в охране, он может сидеть там 2-3 часа. А потом он идет через дорогу. Вот этот красавчик идет через дорогу. И машины тормозят, светят фарами. И вот просто могли бы его задавить. Потому что один из наших охранников говорит, что из этого же помета его брат и сестра, он двоих этим летом утаскивал, просто мертвых, сбитых котов, он их утаскивал на ту сторону, в лес, а он их там хоронил и все. Двух. А они по весне бегли, было штук 6. И вот остался он один. Это самый, наверное, живучий, самый счастливый кот, который остался, прибился к Евгению Владимировичу, а теперь Евгений Владимирович ищет вот этому красавчику, Тузик, вот этому красавчику ищет обалденную семью. Спасибо, Евгений, за то, что вы так проявили себя и взяли кота. Да я не то, что проявил, но я не мог его оставить. Но вы могли бы остаться равнодушным? Вот что вас заставило не остаться равнодушным? Мне вот интересно. Ну, потому что я понимал, что если я его не возьму, ну, его раздавят, ну, реально он просто пропадет. Пропадет. Спасибо, что так поступили. А тем более такой красавчик. Да. Надо дать шанс такому красивому коту дальше жить. С вами Евгений Владимирович и Виктория Парфолио. Спасибо, Евгений. И Тузик, и Барсик, может быть, да? Когда Евгений сказал, что он готовил сегодня лицо Татьяны рядом. Да. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я просто помогал. Я смотрел и давал ценные указания, потому что я пробовал правильно ли порезанные яблоки, нормально ли насыпаны. Сам не знаю, что там еще. Нет, нет, смотри, смотри, смотри. Что-то насыпано. Черт не пято. Ребят, ребят, скажу честно, готовила моя жена сегодня этот пирог. Это всегда. Нет, 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 нет. Сегодня я просто был очень занят. Я убирал все в доме. Ты велицо Татьяны в этом момент. Стирал одежду. Все, посмотрели, я закрываю, Макс, это тебе. Ребят, смотрите, Максим играет с малышом. Супер тот, может быть, ваш. Или наш. Малышебный кот. Нам очень понравился котенок. В качестве непростой судьбой. На помойке питался все 8 месяцев. Ну, что я хочу показать? Посмотрите на моего красавца, посмотрите, вот реклама Китика, типа идеальный кот. Что это такое? Вставные линзы у него, смотрите, зеленые глаза. Это просто обман. Вот реальный кот. А вот вискос. Здесь уже похожий кот, смотри. Здесь уже похож на нашу, но практически, но наш красивее все равно, согласись? Да, красивее. Наш лучше. Он просто моложе, это старик уже. Он давно снимается в рекламе. Евгений, вы что занимаетесь их жизнью? Я просто говорю о том, что... Вот посмотрите на моего попугая. Это Джакоша. Это старый попугай. Ему уже 5 лет. Живут они до 100. Тузик, неужели ты будешь жить на побережье Финского залива когда-нибудь? У тебя слышишь? Тузик, ты попал вообще... То есть, я не лагирую себе на этот путем в свою жизнь. Ты пошел, вылезни себе. Сейчас пойдешь, будешь повышать свой уровень дальше. Поешь в центр города для начала, а потом на побережье Финского залива. Ты там будешь, как кот ученый, по цепи будешь ходить. Он лапкой глазик себе поджимает. Так мило. Смотрите, вот они, друзья. Сейчас у тебя друзья пока. Ненадолго. Ребят, представляете, мне тут сказали, я же два дня назад вот сюда... Укол был осуществлен, в общем, вы понимаете, не говорю лишних слов, чтобы видео не ограничили в распространении монетизации. В общем, откуда ты это узнала? О том, что монетка должна примагнититься к месту. Знакомая сделала данную процедуру, и вы выяснили. Вот так вот, представляете? Она это сама узнала или где-то увидела? Да, ну где-то в Тиктоке. Короче, просто вот так вот. Да, в Тиктоке где-то. Ну уже давно достаточно. Не страшно. Вот, вот, видите? Ну что, ребят, походу мы его забираем. Татьяна нам сейчас собирает все принадлежности, которым он был приучен за 10 дней. Ну что, малыш, поедем? Мирослава и Злата завтра вечером от бабушек возвращаются. Ну все, ребят, собакевичи могут быть спокойны, а то они тут в ревности 10 дней проживали. У них просто шок. Они не ели нормально, потому что кот съедал их еду. Они нервничали, они его гоняли. Это был просто какой-то кошмар для собак. И попугай вообще сидел, он даже не летал. Ну вот видите, как хорошо, что он уезжает. Попугай мне не летал, подумаю. Потому что кот на него охотится все это время. Ну да, все-таки кот не очень сюда вписывается, да? Ну с собаками еще бы он ужился. Ну как ужился? Они все равно бы, все равно она старше. Вот эта маленькая собачка, она старше. 13 лет ей. 14 будет. Королева Первого канала. Ты же у меня снималась на Первом канале. Вы рады, что котик уезжает? Я рад, что именно твои руки его забирают. Отлично. Главное, чтобы у Златы не было аллергии. Я надеюсь, что у нее не будет. Ваш раз у меня не было аллергии, ты у Златы не будешь. Ну что, ребят, мы у Евгения в гостях. И по-моему, мы отсюда уедем не одни. Есть такая вероятность. Когда мы были... С Евгением уедем. Когда мы были на прошлой неделе в театре вместе с Миросей, Златой, Максимом, Жанетой, Вадимом, Злата узнал, что Жанет волшебница. И Злата подошла к ней и сказала, Жанет, ты можешь мое желание исполнить? Жанет сказала, да, что ты хочешь. И Злата сказала, я мечтаю о котенке. И представляете, тут такое совпадение. Что думаете, брать? Тем более он с улицы. Все, малыш готов к транспортировке. Ты запомни одну вещь. Если ты мне звонишь, я приезжаю в любое время дня и ночи и проверяю своего питомца. Как к тебе относятся? Я могу перспектировать в любое время. Вообще, ребят, я не понимаю, что это было. Как так произошло? Это вообще на нас не похоже. Вообще, я бы никогда не подумала, что такое может произойти. Согласись, Максим? Это вообще не про нас. Вы знаете, кто меня давно смотрит, старички все знают. Это вообще не про нас. Заходим. В санузел девочек. Вот. Кто у нас тут ходит? Максим быстро сюда он вышел. А, как это мило. Просто слов нет. Он ходит тут. Как классно. Так сразу хорошо. Максим довольный. Тоже идет улыбается. Увидели в отражении? Мирослава и Золота завтра приезжают. Они сейчас у бабушки. И как раз у котика будет один день, чтобы разведать территорию. Скажите, какое-то сразу уютно выявляется, да, когда в доме животное такое. Заметь, Максим, он стал спускаться по ступенькам, когда на него никто не обращал внимания. Уютно дома. Цветочки повсюду. Музыка играет из колоночек. Эх, котик тут где-то бегает. Вон он, Максим его спускает. Ну, ну. Первые шажочки по лестнице. На ваших глазах, ребят. Как будто этот кот всю жизнь у нас жил, ребят. Самый довольный. Самый довольный в мире кот. Вот. Ребят, обязательно берите котиков с улицы или с приюта. Потому что они очень ласковые, нежные и благодарные. И очень много добрых эмоций подарят вашей семье. Ой, ой, ой. Ну вы что, посмотрите. Ребят, ну вот как можно было его не взять. Ну он просто наш. Ой, ой, лосница. Ребят, вот такой вот у нас. Теперь вечерний чай будет. Вот прям видно, что он осваивается. Смотрит. Так, а это что такое? Где я? О, смотрите. Кто его заинтересовал? Тоже, пожалуйста, с душой выполнен единорог. Представляешь, да? И котик чувствует. Так, а тут у нас морские свинки. Шока и пельмешка. Да, уж кот, наверное, это не то, о чем они мечтали. Ребят, он реально заходит в каждую комнату. Ребят, это ужас. Проснулись, у Максима аллергия. Один глаз в два раза меньше другого. Красный сейчас выпил от аллергии. Не отдадим уже кота. Будем думать, что делать. Пожалуйста. Вот нормальный глаз, вот ненормальный. Ребят, мы ни в каких условиях не хотим его отдавать. У Максима просто сильнейший отек, но он отрицает. Говорит, может, это не от котика. Это на витамин С, Максим говорит. Или еще что-то. Ребят, пишите. Может ли быть такое, что со временем аллергия как-то нейтрализуется? Или как-то можно на это повлиять? Потому что отдавать мы его не хотим. Потому что он уже все. Он здесь, здесь поселился. Снова рчит. Сегодня будет знакомство с Мирославой Златой. Уже следующий день. И я сейчас смотрю на этот кадр. И мне кажется, что я попала в прошлое. Помните мои старые-старые влоги? Когда я вот так вот выставляла пакеты с косметикой, с одеждой. Делала для вас распаковку с обзором. И сейчас я смотрю на этот кадр. И мне кажется, что я сейчас собираюсь делать что-то подобное. Сразу как-то тепло и хорошо на душе становится. Но немножечко давайте повременим с распаковкой. Потому что у нас появился новый член семьи. И мне хочется сказать все-таки несколько слов об этом. Я очень-очень-очень-очень сильно волнуюсь. Потому что сегодня Мирослава и Злата приезжают от бабушки. И вы знаете, что у Златы аллергия. Ну вот на собак точно есть. А на котов, ну бывает иногда что-то мы замечаем. Иногда вроде нормально контактируют. Поэтому я очень волнуюсь. Я надеюсь, что у Златы не будет аллергии. А то, что у Максима сегодня утром аллергия была, это не повод отдавать кота. Потому что он выпил таблетки против аллергии. И вообще он сделал все, что угодно, чтобы излечиться. Но кота мы не отдадим. Поэтому обязательно пишите, у кого была аллергия. И как вы с этим справились. Потому что ну невозможно. Мы уже не можем его отдать, потому что он наш. Кстати, он здесь сейчас. Может быть он выйдет. Он такой, знаете, коты-то они сами по себе. Он там, наверное, спит. Под кроватку забрался и заснул. Я ему тут открою вот так вот. Может быть он захочет выйти. Пусть, по крайней мере, свет будет из-под кроватки. И будет слышать мой голос. Тем более сейчас начнет тут все шуршать. Может действительно он выбежит. У Татьяны Евгения он прожил 10 дней. За это время Татьяна успела приучить его к лотку. Съездить к ветеринару, сделать прививку. И знаете, Татьяна говорила, что первые дни он просто бросался на еду. И уже потом, да, спустя неделю он начал успокаиваться. Представляете, насколько он был дикий и был голодный. И когда я вчера опубликовала сториз, что у нас есть мысль забрать кота, вы не поверите, что мне начали писать мои зрители в директ. Зрители, которые меня очень много лет смотрят, сказали, что когда мы еще жили в деревянном доме, к нам приходил постоянно котик, и я его снимала. И теперь мне кажется, что это, возможно, были родители этого кота. Может быть кто-то найдет этот скриншот. Просто у меня более 500 видео на канале, я не смогу пересмотреть. Но может быть кто-то по случайным обстоятельствам помнит это видео. Найдите, пожалуйста, скриншот этого котенка, кота, который к нам приходил. Мне кажется, это кто-то из его родителей, либо мамы, либо папы. Потому что реально мне пишут, что один в один, как вот этот котик. Ну, в общем, этот котик, это просто наша судьба. Он нас выбрал, он вчера не слезал с рук Максима, и сразу было понятно, что мы должны уехать с ним. Вообще, Татьяна и Евгений брали его именно на передержку. Потому что была опасность того, что его собьет машина, так как он туда-сюда через трассу бегал по несколько раз в день. Уже после того, как Татьяна сделала все необходимые манипуляции, они с Евгением собирались его пристроить. Вот, Евгений даже просил, чтобы я в сторис опубликовала, что вот есть такой классный котик, и нужно найти ему хозяев. А получилось, видите, что мы забрали. А теперь приступим к распаковке. Скажу, что через несколько дней мы с Максимом, с Мирославой и Златой, с нашими дочками вчетвером уезжаем в отпуск. И нам нужна была летняя одежда, и сейчас я покажу, что мы купили. За эти несколько дней пока все закрыто. У меня, конечно же, как всегда, все распланировано. У меня будет прямой эфир в ТикТок с порталом РБК, у них есть раздел авто. Потом у меня будут съемки, которые, помните, я начинала в Мрия, и вот в Питере они продолжатся. И потом мне еще нужно успеть сделать обзор Х7. И все, и я буду уже свободна, и улетаю на отдых. Конечно, там я тоже буду снимать и для Ютуб, и для ТикТок, и для Инстаграм, и вообще у меня семь соцсетей. Ох, сейчас по-любому уже восьмая там какая-нибудь на подходе. Ну что, с чего начнем? Начнем, наверное, с такого пакетика с надписью Гуччи. Я, как блогер, получаю такие вот прекрасные подарки. И здесь косметика от Гуччи. Целый пакет косметики от Гуччи. С удовольствием все распаковала, получила эстетическое удовольствие. И трогать продукты приятные, смотреть на них, аромат вдыхать. Просто супер. Осталось только оценить их в деле. Так, ну и теперь перейдем к одежде и к аксессуарам. Малыш, хороший, ластик, посмотрите, какой он ластик. Малыш, холёсий. Вот такие вот мы сладкие. Ребят, ну что, а знаете, куда котик заглядывает? В пакет с косметикой. Наверное, тоже оценил аромат. Смотрите, ай, такой классный, ребят, он такую атмосферу дома создает. Это словами не передать. Вот он так ходит, нежненько, тихо, такой вот невесомый. Класс. В общем, удивительное создание. Итак, мы с вами сейчас будем распаковывать все. Мысли все о котике, честно скажу. Начнем, наверное, с детских покупок. В общем, у меня просто сегодня какой-то бренд Гуччи. Пыльничек и здесь вот такие вот пляжные шлёпанцы. Шлёпанцы Гуччи. У Златки они идеально подошли. У Златочки узкая ножка, и ей не каждая обувь подходит, потому что ножка вперед пролазит. Посмотрите, кто пришёл. Вы посмотрите. А я знаю, почему он пришёл к нам, да? Потому что тут звуки-то какие. Привлекательные. Да? В общем, он такой, знаете, он сам принимает решение. Хочет он подходить, не хочет. Хочет он спать или есть. То есть собачка, она такая, её позовёшь, она бежит. А кот, вот он другой. Другой. У меня всю жизнь собака была, я с котами вообще даже не знаю как. Так, теперь для Мирославы. Фенди. Мирославы вот такие вот тоже были. Она из них выросла, и мы купили ей в другом цвете. Ей очень удобно. У неё ножка уже пошире. То есть не моя нога, у Мирославы более высокий подъём. Вот. Ей нужно обувь примерять. И достаточно сложно выбрать. А Злате практически всё подходит. Но иногда бывает, что у Златы даже слишком узкая нога. 35 не стоили. Следующее, это что у нас? Маскина для Мирославы. Тоже пляжный вариант с Мишкой. Такие лёгенькие. Вот Злата, кстати, тоже такие примерял. Но они были ей широкими. Ножка вперёд, пальчики вперёд вылезали. Дальше вы помните, закончилось всё тем, что у Мирославы 35 размер ноги. И консультанты все разводили руками. И только почему-то Максим сказал, так пойдём в женский отдел и там спокойно ей выберем. Причём Максим говорит, а в женском отделе с какого размера? Они говорят, мы не знаем, мы в детском отделе не знаем. Максим говорит, я спущусь, звонит, говорит, там с 34-го, спускайтесь. Вот мы с Мироски спустились. И вообще отлично, Мирославе купили вот такие вот классные off-white кроссовки. Кажется, что это кроссовки для Яны, но это кроссовки для Мирослава. Просто у Яны похожие, прямо из этой коллекции, только в других цветах. Так что вот такие вот классные кроссовки для Мирославы урвали уже во взрослом отделе. Представляете? Ну и вообще я Мирославе уже несколько своих вещей передала. Представляете, из моего гардероба. Две рубашки, платье, твиттер. Просто некоторые вещи подсели, а некоторые какие-то слишком были облегающие для меня. Вот Мирославе, они сейчас в самый раз. Это всё, что мы купили Мирославе и Злате, потому что мы приняли решение, что докупим им какую-то летнюю одежду уже в отпуске. Вот, потому что мы всё покупали перед закрытием торговых центров. Вы знаете, сейчас всё на неделю закрыто. И, соответственно, был такой ажиотаж, что просто было невозможно. И тем более не было никакой срочности. Поэтому докупим им, если что, уже там. Дальше. О, это, кстати, для меня. Я тут себе всякого бельишка накупила. Слушайте, ну я вам так особо показывать не буду. Просто всякого. Вот такого. Я в таком люблю спать. Я вам рассказывала уже как-то. И купила себе вот такой вот купальник. Сложный такой. Я просто забежала туда и сказала, мне нужен купальник вансайз, чтобы не мерить. И здесь, правда, размер вот прям написано, что НС. То есть, вообще, на всех подойдёт. Ну, посмотрим. Я ещё сделаю, как всегда, перед отдыхом моментальный загар. И он будет красиво смотреться на загорелом теле. И вот это, кстати, не рукава, как вы могли подумать. Это завязочки, чтобы сзади сделать бант. Такой действительно яркий купальник. Если что, его можно носить, как и боди. И начнём, конечно же, с провокации. Вот этот вот костюм Жак Мюс. Вот эти вот шортики супер-супер заниженные. Которые бы с меня слетели просто, если бы не тот факт, что они зафиксированы на боди. Вот. И сверху этот костюм абсолютно закрытый. Супер такой демократичный. То есть, длинные рукава. Закрыто полностью шея. Но что хорошо в этом костюме, что очень чётко читается стиль Жак Мюс. И очень круто обыграться какой-то маленькой сумочкой на плечо. Очки Лаэва я уже представляю свои под этот костюм. И какая-то такая прическа в стиле Бэлла Хадид. И очень круто будет. То есть, я прям знаю, как его обыграть. Так что ждите скоро фото в Инстаграм. Дальше я купила себе вот такую вот рубашку от Селин. У меня есть точно такая же рубашка от Селин, только джинсовая. И я её с удовольствием ношу. И как любят многие девушки, купила себе точно такую же, только, получается, из другого материала и другой расцветки. Ничего удивительного. И также я купила себе ещё вот такую вот футболку Селин. Вот, кстати, отлично сочетается с моими волосами. Сейчас они немножечко смылись. И такие горчичные. Я думаю, что они ещё выгорят на отпуске. В общем, классно будет с вот этой вот футболкой Селин сочетаться. Это когда не хочется ни о чём думать. Просто надеваешь вот эту вот футболку, шорты, очки, сумочку. И всё. И ты красавчик. Ещё я заказала пару вещей, но они находятся в ДЛТ. И нужно за ними съездить. И их вынесут мне. Вот, я обязательно вам покажу. Уже просто отдельно положу их и распакую. Я думаю, что это будет в этом влоге. Поэтому такие новости. А нам с вами тем временем остаётся ждать реакции Златы Мирославы на котика. Даже больше не реакции девочек. Потому что понятно, что они очень сильно обрадуются. Именно физическая реакция Златы будет ли у неё аллергия или нет. Я очень сильно волнуюсь. И всё равно, мне кажется, даже если будет аллергия, что-то реально сделать, чтобы как-то нейтрализовать её. Мне кажется, всё-таки в современном мире живём с аллергиями, что до сих пор бороться не научились. Но не может же быть такого, ребят. Поэтому обязательно пишите, кто сталкивался. Ребят, тут ещё я пакетик потеряла. Вот такой вот классный топ. Хельмут Лан купила себе. Как сейчас актуально. Здесь вот эти вот тесёмочки. И самое главное, что здесь супер длинные рукава и вот прорези для пальчиков. Я такое очень люблю. Мне всегда не хватает вот таких вот базовых топов. Под любые джинсы. Под юбки. В общем, понимаете, да? База, но с особенностями интересными. И ещё вот такая вот кепка Селин. Она уже, конечно, ассоциируется с поездкой в лето. Ну что, ребят, продолжается день. Уже вечер. Мы забрали Мирославу и Злату от бабушки. Едем домой. Девчонки, как настроение у вас? Хорошее. Хорошее, да? У нас вот. Что, и нам? Давай тоже. А теперь перестраиваемся. Вот так. И что ещё осталось? А теперь мне с мамой амире добавляет. Вот все. Я с папой, ты с мамой. Я с мамой, ты с папой. И у друга, и мама с мамой другом. Тем временем, пока мы едем, мы смотрим, что у нас происходит дома. В режиме реального времени. Мама, а что ты делаешь? Я показываю, как у нас ремонт в коридоре общим идёт. Да, да, идёт ремонт, идёт ремонт. Ученки, проходите, пожалуйста. А что тут поменялось, интересно? Я знаю, что поменялось. Что? Ученки, конечно же, в России. Мультик! Это наш. Это наш. Да. Мама! Мама! Я заплачу, Максим. 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 Он наш. Он наш. Я его в дом. Я его в дом. Я его в дом. Он очень добрый. Я его могу гладить. Я руки. Надо сначала с тобой работать. Ой, не заплакай, девчонки. Яковочка, китай, китай, пойдём знакомиться. Да, надо руки помыть, а то он может заболеть. Хорошо. Сейчас пойду руки помыть. Пойдём. Только аккуратненько с ним. Его спасли, теперь он у нас остаётся. Вы рады? Да. Он у нас дома сдаёт. Да, навсегда. Навсегда. Мы его сдаём. Мама, ура, и она нападутся. Да. Как мы тебя делаем? Как ты хочешь, чтобы тебя назвали? Хочешь. А можно мне её? Ой, он спал. Можно мне её научиться? Можно будет, конечно, потихонечку, постепенно. Так зачем он? Можно? Ну, если он будет вырываться, ты его не держи, чтобы он не кусался. Ой, пусть он немножко как-то полостится, к тебе привыкнет. Но мы ещё не придумали имя. Только вчера он ночью приехал. Ну, вот этой ночью он приехал к нам. Помнишь, я мечтала ему дать руки? Да? Помним. Злата, ты помнишь, что ты его загадывала? Ты загадывала, да. Аккуратный, послушный. Он ничего не царапает, ничего не скидывает. Он очень аккуратный. А кто это приучен? Приучен. Татьяна его за 10 дней приучила. Мы с Максимом, честно, сами заплакали. Я видела, Максим, что ты тоже плакал. Мирозь, ну что ты скажешь? Я не люблю. Что ты? Люблю. Скажи, что ты подумала, когда ты его увидела. Мам, смотри, какой он смешной. Мирозь, скажи, что ты... Я подумала, что ты просто его для рекламы взяла. Да ладно? Ты что? Ну уж таких реклам у меня не было никогда, Мирозь. Вот так? Ну, последний раз там еду привозят для рекламы. Там, не знаю, одежду. Ну, котов нет, Мирозь. Я пойду переоденусь. Да. Я так рада. Ну, я рада, что ты рада, Роша. Я тут с тобой побуду. Котён, ты мечтала? И так он понравился. Нам тоже с папой понравился. В этом-то и дело, Мирослава. Слышишь? Поэтому мы его и взяли. Я тут петь. Да, да, давай. Да, я пошла, пошла, Мирозь. Мирослава сказала, что в автопарке похожего котика подкармливала, когда мы жили в старом доме, да? Смотрите, лапки какие тут. Мирозь, поиграй со мной. Видишь, всё уже. Он осмелел. Всё, за нового нашего жильца.